всем здрасте у нас продолжается разговор про совместную разработку приложений на пайсон и в очередной раз эксперимент на людях ты бишь на вас родимых вот потому что что-то у нас зрителей нет ясно тех так испугала прошла прошлоразовая а нет там уже кто-то ходит вот потому что в прошлый раз я попытался рассказать за одну лекцию две темы естественно завяз рассказал полторы причем 075 1 носили или там 066 1 033 другой и в общем мне это очень не понравилось в этот раз я решил свести до одной темы но мне кажется что она будет слишком маленькая ну вот и посмотрим речь идет вот о чем речь идет об одной очень странной штуке которую по-хорошему надо бы рассказывать вместе с такой модной нынче темой которая называется сиаре continuous integration вот но мне очень хочется эти темы сильно разделить и более того я вообще небольшой специалист в области сей точнее сказать как как это я простой пользователь вот я не могу пока себе позволить рассказать рассказывать про себя и не как про набор каких-то команд конкретных специфичных для конкретного инструмента например там ся и для гугла ся и для смысле не было гитлаба сяги для гитхаба вот это все вот я не готов обобщать а если никакого не готов обобщать какая университетская лица у нас получится примерно никакая вот поэтому ся и мы отложим потом если вообще по если вообще у нас появится на май месяц а вот соответственно не будет входить в например домашние задания отчеты для тех кто у кого сессия уже скоро начнется если не уже вот для четвертых и шестых курс и довольно противоестественная история с этим связаны значит представьте себе если кто был на прошлом в прошлом семестре на курсе по разработке под линукс фактически дело не в линуксе а в компилируемых языках программирования которые исторически были раньше были более главными для разработки программных продуктов больших представьте себе ситуацию с языком программирования си у вас есть исходники носи эти исходники надо еще превратить в бинарники причем бинарники для конкретной платформы причем удовлетворить сборочные зависимости короче говоря процедура превращения программы в исходных текстах в программу которая работает на конкретной архитектуре довольно сложно и мы с вами рассматривать такой инструмент как мы их который позволяет построить дерево зависимости какой файл с какого получается ну скажем из исходников носи из каждого исходника получается объектник потом все эти объектники компонуются вместе с некоторыми библиотеками в бинарник вот а потом возможно еще этот бинарник собирается в некоторую пачку под названием назову это в кавычках дистрибутив вот в котором помимо него бинарник а есть еще сопровождаемые всякие файлы картинки переводы вот это все и все это нужно еще научиться как-то устанавливать да так вот изначально подход был такой и никакой оркестрации автоматизации речь не шла для сборки проекта было необходимо построить вот такую систему которая занимается автоматизации этих действий не вручную же компилятор запускать вот когда речь идет о питоне вообще об интерпретируемых языках вот это вот историческая память о том что проекты требовали серьезные процедуры и сложные процедуры под названием сборки она исчезает чего нужно обычных от обычных питонистов они зафигачили свой модуль вот но этот модуль надо собрать в дистрибутивный вариант в колесо но об этом будем говорить следующий раз положить туда все нужные файлы и собственно все где здесь сборка одна команда и получается что вместо процедуры сборки проекта получается процедура каких-то выполнить каких-то автоматических действий ну например то того самого continuous integration который который предназначен например для проверки что ваш модуль собирается под виндой под макосио под разными ли дистрибутивами linux и вообще или запуск тест то есть вместо сложной схемы которым расправка рассматривали в прошлом семестре такого арграфа зависимости сети я бы даже сказал зависимости вот получается очень простая схема линейного выполнения последовательности действий вместо зависимости объектов получается последовательность действий зависимость между которыми вот этой последовательности указывается мы с вами вернемся к предыдущей к исторически первой схеме к схеме именно сборки вот потому что как это ни странно несмотря на вот то что я сейчас сказал в питоне на самом деле мы это увидим в домашнем задании сегодня на самом деле в количестве присутствует вот такие зависимости вот такое такое динамическое построение дерева либо объектов либо действий которую надо еще определять какой вперед какого действия на совершить смотрите вот допустим вы занимаетесь разработкой у вас есть исходники а есть генераты напоминаю что генерат это файл получающий получающиеся в процессе разработки в процессе в процессе преобразования исходных текстов в программный продукт который вам не нужно хранить в системе контроля версии потому что все равно его каждый раз при изготовлении дистрибутива каждый раз генерал делать типичный генерат это документация который мы с вами делаем с помощью сфинкса и скомпилированные переводы которые мы с вами делаем с помощью в обе вот ну точнее с помощью тексту да значит уже несколько раз говорилось в лекциях что не документацию не скомпилированные переводы хранить в гите с исходным текстом не нужно при этом помимо документации и скомпилированных переводов в процессе скажем тестирования да или ну на скажем релизного тестирования которые входят в понятие выпуск дистрибутива будут образовываться еще какие-то генераты например лог теста вот таким образом у нас получается два вида генератор целевой генерат это то что должно входить в результате в дистрибутив например переводы скомпилированные переводы должны входить дистрибутив без него у вас не заработает интернациализация точнее локализация вашего продукта а вот например логи тестирования никуда не должны входить это просто какие-то файлы которые ваш значит систему сборки генерируют ну скажем процессе тест да вы даже можете посмотреть глазками coverage вот это помните мой отчет в прошлый раз формулировали html не такой красивый красивый вот все это промежуточные генераты которые не нужны ровным счетом никому я вот только вам как на посмотреть или вашему лиду чтобы оценить ваш коврич ну вот это вот таким образом получается что есть генераты которые нам надо потом упаковать дистрибутив а есть генерат который вообще не нужны исключением тут чуть-чуть особняком стоит та самая документация потому что документацию тоже неплохо бы где-нибудь опубликовать она с одной стороны генерат а с другой стороны такой генерат который предназначен для других людей хранить ее в исходных текстах довольно бессмысленно все будет отъезжать при каждом акте разработки опубликовать на вот про эту публикацию мы поговорим уже видимо в мае да у нас будет разговор про публикации ваших пакетов и документации к ним вот просто имеется в виду да что с нашей точки зрения все равно даже несмотря на то что документация имеет некоторую цель самоцельность самоценность да это все равно генера вот значит теперь значит относительно инструментов автоматизации сборки которую вы чаще всего встретите в окружающей среде значит наиболее популярный инструмент с помощью которого почему-то люди делают автоматизацию сборки и это собственно всевозможные actions то есть реальные инструменты continuous integration вот github actions в действительности это такой сейчас давайте на него сходим просто поищем его в сети зря не ссылочку не поставил вас и вы увидите что github actions это ровно такая фигня который я тут говорил всякое бла-бла что это просто описание господи как они любят бессмысленной картинки а это просто просто специально загораживает чтобы никто ничего не видел да ну вот примерно так это выглядит господи меня сейчас начнет укачивать модный фельдиперсовые сайты в общем значит github actions если кто-то из вас работает более-менее уже в продакшене наверняка с ним сталкивались это такая как это такое декартово произведение количество операционных систем на которых ваш количество даже не так программных сред внутри которых ваш программный продукт должен работать умноженное на количество команд которую нужно который нужно проделать чтобы это все заработал вы описываете среду среду вот как известно на свете существует только три гендера linux macos и windows ну в общем вы описываете среду вы описываете на самом деле дистрибутив linux в котором все это будет делать ну что их много разных и описываете какие пакеты на какие пакеты нет это еще отдельная среда просто она почему-то в этот гендер не входит ну да ну вот с точки зрения гугла видите ты смысле гитхаба 3 ватт что-то у них с андроидом какие-то странности значит короче говоря на самом деле конечно же бесконечно много одних дистрибутивов linux дофига но тем не менее вот и вы значит в результате просто описываете пишите 100 500 различных последовательностей которые должны привести к тестированию и сборке вашего программного продукта в каждый сред и сред да то есть вот эта вот штука это такой был развернутый развернутое описание что делать например при каждом пуш на каждой операционной системе вот наверное если над вами стоит специальный человек который платит вам за количество написанных строк это хорошая штука то можно много много строк написать за каждый получить по копеечке но если вас вы участвуете в открытой разработке ваша задача эффективность то на самом деле не самая хорошая идея вот вот эти гитхуки прям бы можно 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 делать то же самое безо всякого гитхаба можно привязывать к пушу ваш собственный репозиторе или там камету или к камету подписанному тегу привязывать у гитхаб хука у гитхаба и у гита есть очень много хуков вот которые на каждый ваш чих могут что-нибудь такое делать например запускать тестировать вот дайте покажу просто даже ключик заберу я там немножко передел да что ты будешь делать опять как хорошо тут я что-то сделал более хитрое но хорошо тогда давайте сделаем сейчас и оказывается на этой машине начал что-то дальше готовить и забыл закомитить да а давайте мы это сделаем проще мы это вот сделаем вот так вот а здесь делаем гит клон не понял ох ты господи прости так ну вот да вот значит я хотел показать ты уже забыл а про хит про хуки да 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 значит это то чем мы пользоваться не будем просто имейте ввиду что на каждый чих можно приделать по хуку да пост камень при камень там не знаю а плай патч пуш вот при комит это то что будет просто по запускаться перед тем как вы делаете комит вы пишете комит перед этим запустится это действие потом получится комит потом будет пост комит еще ну давайте посмотрим в при комит раз уж вы спросили вот чуть какие то вот прям вот какие то какие то сложности тут у короче это читать даже него вот главный недостаток и того и другого и третьего ну понятно недостаток github github очень состоит в том что вам придется писать просто вот такие портянки по сборке каждый раз для каждого для каждой платформы github пишутся на шеле они не кроссплатформенные прям совсем то есть фактически они будут работать на линуксе в определенном окружении возможно на макосе а возможно и не на винде надо чем-то как-то извращаться например ставить в сель работать вот на питоне систем вот точнее ну короче там есть да значит вы можете столкнуться в реал-лайфе с вот такой вот штукой который называется talks of the automation project но если внимательно по 5 прочитать первую строчку вы увидите что несмотря на то что это подается как инструмент автоматизации на самом деле это инструмент автоматизации тестирования и тут начинается что все вот изготовление генератов изготовление целевых генератов в том числе должны оформляться с точки зрения токс как такие специального рода тесты вот от этого слин сильно едет крыша у людей с таким классическим типом мышления как я вот потому что ну какой какой тест мы же не тесты делаем но тем не менее токс это очень популярный инструмент вы почти наверняка увидите во многих сообществах и во многих модулях питона в исходниках токс файл который предназначен для тексте для проведения тестирования мы его не трогаем хотя возможно это интересная штука я вообще постарался в этом курсе не трогать никаких комбайнов которые одновременно делают все вот что еще ребята из токса говорят знаете мы все-таки инструмент тестирования давайте вы будете пользоваться вот таким инструментом который называется инвок вас который значит позволяет уже делать автоматизацию автоматизации а не просто тестирование но если в него внимательно посмотреть вы увидите что это такой такая программа на питоне который запускает шельные команды он работает там эти команды запускает соответственно и и это на самом деле проблема значит это на самом деле проблема потому что задача предусмотреть кроссплатформенный инструмент который бы можно было условно говоря на чистом питоне написать все варианты сборки мы сейчас не говорим про ситуации когда вы пишете модуль скажем под питон где часть носи там написано на си плюс плюс это отдельная совершенно тема потому что там вам придется а вот для вот для каждой операционной системы для каждой среды свои инструментарии используют да но если вы написали на чистом питоне то офф пайтон зависимость на какой-нибудь мэйк или на какой-нибудь на какой-нибудь на какой-нибудь там не знаю вот вот да какие-нибудь команды даже рм минус рф может нет такой команды это конечно неприятность вот универсальные инструменты не существует сразу скажу а вот кстати сказать я забыл напомнить что есть такая штука есть такая штука есть такая штука almost make вот у нас есть make файл давайте проверим работает ли он на almost make или мы в прошлый раз проверяли он не заработал кажется мы в прошлый раз проверили он не заработал а жалко жалко что сделал пипен вшел давайте проверим еще раз а вдруг за это время он научился но но вряд ли конечно вот almost make это попытка написать make более или менее совместимую с гну мэйком на питоне вот некоторые примитивные мэйк файлы с ним даже работают вот этот не работает давайте попробуем это сделать но я почти уверен что он не работает потому что я помню что я пытался это сделать при вас я позорился давай 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 пока да конечно смотрите у вас все равно когда вы будете делать ся и вот тот самый который мы не разговариваем возникнет необходимость под все операционные под все платформы которые вы собираетесь под которые вы собираетесь чтобы ваш модуль функционировал посмотреть как он собирается вы не можете собрать модуль на там условно линуксе и сказать вот вам колесо ставьте его под винду ну скажем так хотелось бы в действительности нет понимаете как и в действительности конечно нет в действительности единственное что может быть платформа зависимым в чисто питоне модули это эти самые пыц файлы скомпилированные которые все равно не входят в пакет они они образуются при установке обычно вот то есть вы можете сделать колесо на своей операционной системе в неделе там линуксе или чем угодно и значит распространять его проблема начнется тогда когда вас больше одного человека либо всем ставить одну операционку причем конкретный дистрибутив потом мало ли что понимаете да но в линуксе проще да либо либо обеспечивать вот и если например у вас достаточно масштабный проект и вы хотите чтобы вам пришло в сообщество как можно больше людей то платформа зависимость это в общем фильтр который бы вы не хотели иметь в сообществе да да вот потому что действительно я как-то ссылаюсь на не кросплатформность как на какую-то грех да а в действительности это скорее именно проблема комьюнити комьюнити менеджмент в первую очередь вот давайте посмотрим а как так вышло что он такой умеет да не умеет он он почему-то почему-то зашел в рекурсивную эту самую в прошлый раз был то же самое чему не понравилось непонятно причем это же стандартный мейк файл который генерирует непонятно ну ладно жалко а я кажется знаю вот вот да достаточно докер кубернеты скинуть собрать как надо или в оболочке типа пакетов собрать и все красота нет вот люди тут нервно хихикают видимо они в курсе нет недостаточно вот черт ну вот я как бы повторил позор я даже не знаю как тут в чем тут а давайте попробуем видите он зависит я знаю в чем дело я думаю что дело в этом что он он не справился анализатор не справился с этим самым ну-ка давайте попробуем ага анализатор не справился с зависимостью make на make вот обычный мы их бы справился а вот этот almost make не справился ну вот понимаете да вот невозможно воспроизвести функциональность мы тем не менее обратите внимание что после того как я немножко распрямил этот make файл он даже заработал на чистом питоне безо всякого гну мейка в качестве в качестве зависимости вот то есть если вам например как мне привычно работать с мейком то хорошая идея этот самый almost make и make файл который будет работать и в мейке и вот в этом almost make одновременно вот идея make напоминаю в том что у вас есть объекты вот это объекты таргеты именно таргеты зависят от каких-то других таргет и для их изготовления одного таргета из другого выполняется рецепт но мы с вами посмотрим в другой инструмент который не самый популярный не слишком часто используется вот но он довольно развесистый и предназначен как раз для написания всевозможных автоматизаций вот этот инструмент называется дует и он пожалуй из тех с которыми я знаком я возможно не знаком с каким-то еще более развесистым еще более мощным инструментом пожалуй самый такой продуманный и при этом минималистичный дует этого естественно пакет на питоне вот давайте мы сейчас подглядим в проект подглядим в проект примера а сами будем подглядывать в проект примера а сами будем делать свой собственный значит да этот проект это значит инструмент на чистом питоне в котором есть понятие задание то есть он все-таки не наследует идеологию мейка где есть понятие таргета и зависят таргета а есть понятие задание task вот и задание это какое-то действие которое необходимо выполнить пишет он разумеется на чистом питоне вот допустим какой-нибудь task по созданию html будет выглядеть вот так значит вот у нас вот у нас запуск ну в общем все давайте мы тоже это попробуем проделать мы значит в пипенве уже значит если мы скажем пайсон минус м давайте попробуем еще раз html docs build то по идее swings build ой нет а где же у нас docs а потому что потому что меда . ну вот давайте мы сейчас поставим сюда дует иначе напишем напишем простейший дуду файл дуду файл в котором напишем зададим по крайней мере одно один action а именно ой откуда он тут взялся и уж тут не было похоже что был ничоси а я его не видел ну и ладно тогда не будем писать тогда давайте почитаем черт как то я это вот смотрите значит что у нас делается вот у нас значит собирается документация под названием свикс без финс бил . build вот дальше запускается а вот значит давайте мы сейчас закомментируем вот эти две вот эти две картинки вот и вообще все закомментируем напишем более короткий вариант а или он такой есть ну-ка да он такой есть вот 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 уже сейчас уже сейчас эта программа будет вы чете не на не понравилось минуту зверь что ли кто так делает ну ладно давайте какие разницы я закомментировал да значит смотрите вот у нас довольно простой даже вот так сделаем чтобы вот довольно простой рецепт точнее задание которое называется называется make html documentation которая имеет внутри себя значит это задание внутри себя одно действие действие состоит в том чтобы запустить свинкс билд значит давайте это сделаем дует html ну во первых вот у нас список дует минус минус вербус равняется 2 или даже 3 html да не dira дует мне уже пальцы сами что-то пишут да да нет не хочет ну хорошо а как так вышло погодите я ничего не понимаю его клин удалил вот тормоз точно печаль ну значит вот сделаем сначала чёрт видимо видимо я взял имеющийся файл в котором я тоже что-то начал делать беда какая да а дуду файл видимо не доложил а у нас нет ли его содержимого есть ха-ха-ха давайте мы его восстановим о там правда был красивый глоб точка рм мы его не видели да жалко ну ладно все 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 сделаем значит так вот этот самый свинкс билд actions блин ладно все давайте так дует да да значит дует да значит дует почему он не хочет дочитать документацию так и а вербозить а не вербоз да точно вот ну он все равно не написал что он делает зараза такая у него такой странный вербозить но и тем не менее значит смотрите нам показывают какие у нас определенные таски ток стринг от этих тасков является документации к ней дует лист показывает его вот соответственно проблема состоит в том что если мы сейчас еще раз скажем дует ну просто дует тэм и вот вот он каждый раз будет запускать этот самый html да то есть это такое задание которое вообще говоря выполняется всегда каждый раз когда мы делаем html было бы было бы правильным ограничить это задание только ситуации когда у нас меняются входные файлы да вот то есть посмотреть определить некоторые зависимости 20 давайте мы посмотрим как эти самые файловые зависимости делаются файл деп они называются вот можно ли тут звездочку писать или нужно глоб писать файл деп ну давайте так файл деп что у нас там му . да вот значит фэн-шуй обратите внимание вот на что после того как мы начали вручную определять зависимости нашего таска от файла в данном случае дует выяснил что с его точки зрения в в этих вот файлах которые от которых у нас определяя зависимость ничего не изменилось и поэтому нам нет необходимости перегенерировать документацию и последующий запуск последующий запуск то это конкретно этой цели конкретно этого таска приводит к тому что он будет а он уже сделан вот то есть в отличие от мэйка где у нас зависимость была между объектами в дует зависимость между заданиями задания зависимости бывают на файлы допустим мы сделаем вот так вот потрогаем этот файл я вангую что сейчас он опять его пересоберет нет не пересобрал а почему потому что видимо он смотрит не по времени а по контрольной сумме проверяем это что-нибудь тут поменять вот так вот например и точно значит зависит он от контрольной суммы вот вот поскольку наши задания могут генерировать довольно много спама вот мы можем это вербодисты убрать и тогда нам просто напишут раз html ну и все что он из тдер вывал нам пока вот значит это что касаемо зависимости на файлы вот вот может быть еще такая история что мы прямо опишем какие результаты у нас получаются то есть что является таргетом хороший вопрос кстати что является таргетом не будем мы записывать что является таргетом потому что тут не так интересно вот давайте еще опишем например дев task ну допустим ну допустим обратите внимание что это попытка значит написать на питоне что-то что выглядит как декларативный синтаксис но на самом деле это чистый питон да это вот у нас словарик это ключ в словарике ну в общем да значит какие бывают у нас таски actions actions у нас соответственно тоже шельный да это команда которую мы вызываем вот другое дело что такая команда должна быть доступна под любой операционной системе от слова вообще да значит что у нас там давайте посмотрим как у нас пушечка то как была выглядела похоже перевода тут нету ну окей давайте тестирование тогда включим это совершенно без разницы значит по тут нету давайте пост на тест сделаем так вот что мы хотим мы хотим запустить тест как как у нас тут сделать их там два две штуки если вы помните там был пример теста с этим самым так как бы его запустить так а слушать а давайте мы знаете что сделаем давайте мы хитрее сделаем о давайте мы напишем action не шельный а на питоне это можно сделать в дуэте и это очень легко сделать в нашем случае давайте так и сделаем да из 10 actions соответственно док док тест тест файл и параметр у него параметр у него параметры указываются словарем что не помню давайте посмотрим нет просто списком мудрест рст вот значит смотрите за что мне понравился за что мне понрав дует за то что там очень много можно писать на питоне прям вот прям вот 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 давайте кстати попробуем вот да значит смотрите если в первом случае у нас был список экшенов которые выполнялись шелом то есть строка это шельный акшен то если у нас вот такая штука либо просто коллабл либо коллабл либо тюпель коллабл с параметрами то у нас должен получиться должен получиться да что ж такое да что ж такое так он не находит файл мутис текст потому что ему хоум нужен да интересно интересно ну давайте проверим так а почему я одно месте нашел ну давайте переделаем какие проблемы то сейчас так значит что там нужно вот здесь вот так ну последний раз пробуем все стало еще хуже ну слушайте ладно что-то не получается у меня значит конкретно доктест не хочет читать из файлов конкретно на месте он его ищет где-то у себя в недрах а как же так бывает рядом с модулем ну ладно что делать обидно досадно но что же делать хорошо значит тогда мы все это убираем пока что мы этот пример где-нибудь на другом месте посмотрим а здесь пока напишем так же как это было как это было дерево у нас да значит поэтому 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 что там у нас докти мутист да Да. Даже не так, а вот так. Вот. Ух, печалька. Ну, тут все понятно. Тут-то все понятно. Хорошо. Давайте здесь еще минус V скажем. Вот. Так-то оно все хорошо работает. Обидно, что мы не смогли написать этот самый task из-за причуд док-теста написать task на питоне. Ну, может, мы еще напишем. Давайте продолжим делать что? Ну, давайте продолжим это тестирование. Наверное, у нас может быть у теста, здесь ничего интересного нету, а вот каверидж, каверидж мы, наверное, можем сделать. Где у нас каверидж? Вот. Значит, смотрите. Следующий action будет... Это у нас мутист, это у нас python-m unit-test-v. Минус-v, да. Пробуем. О! Вот. Обратите внимание, что почему-то... Ну, да. Да. Ну, да. Убираем UberBose T3, получаем... Все равно, кстати. А почему? А, потому что он, наверное... Потому что он, наверное... Да. Ну, и stdr это пишет. Ну, и каверидж. Так, а это что? Давайте посмотрим. А, это имя теста. Ща. Давайте это сделаем. Каверидж run. Каверидж report. Да, значит, каверидж run. Вот так, да? С минус-v. Допустим. Давайте еще... Это было неправильно. Услово каверидж. Вот. Значит, все пока хорошо. Каверидж report. Что там? Вот. Ну вот. Значит, у нас даже где-то тут... у нас где-то должен даже репорт каверидж должен быть. Бл-бл-бл-каверидж, р-ц, не вижу. Давайте мы теперь их поименуем, как мы там было. Вот это у нас... Как там написано? Смотрите, мы можем... Смотрите, мы можем... А, это один и тот же тест. Хорошо. Ну вот, значит, вот мы запустили три задания, три задания в нашем экшене. Вот. Но это один как бы шаг. Да? Если мы хотим распилить это на три разных шага, потому что в каждом из этих шагов может произойти какое-то безобразие, то мы должны оформить их либо как отдельные таски и написать зависимость между тасками. Про зависимость между тасками мы сейчас ещё поговорим. Либо сделать их сабтасками. Сабтаски в дуэте делаются так. Если вы вместо функции пишете генератор функцию с yield, то внутри этого yield будет очередное действие. Только этому действию надо придавать ещё имя, говорить, как оно называется. Вот это будет под таск под названием run, а это под таск под названием report. Давайте попробуем это сделать. Значит, здесь мы сделаем, как они там встроены. Во-первых, yield, а не return. Соответственно, этих yield будет два. Yield, всё тоже, actions. Вот. Это первое задание. И у него должно быть имя. Name, допустим, test. Этот самый, doc-test. Вот. Это будет второе задание. Кавердж. Вот это. И это будет у нас просто тест. А это будет третье задание. Это будет репорт. Сейчас мы его просто отсюда скопипастим. Вот отсюда мы его скопипастим. Вот. Вот оно. Значит, обратите внимание, что мы этот репорт не увидим никуда. Он никуда не выводится. Пока не покажем, не поменяем, не поменяем насильственно, не поменяем... Чего тебе не нравится? Насильственно не поменяем вербозити на как минимум два, которые выведет нам... Чего тебе еще не нравится? Какие капризные. Вот. Видите, вот здесь написано вербозити 2. То есть вот эти шаги будут проходить абсолютно... Ну, только нам будет выведено doc-test, тест. А вот репорт будет сделан вместе с репортом. Сейчас мы это увидим. Вот. Смотрите. О! Да? Значит, поскольку мы руками переключили вербозити для этого шага, для этого подтаска, то у нас test.doc-test, test.test.test. А вот это вот у нас этот самый репорт каверджи. Ну вот. Соответственно, что? Соответственно, мы познакомились с способом, как внутри одного задания вызвать несколько подзаданий, которые, значит, по несколько другой схеме работают. Мы можем их несколько штук вызвать с помощью Yield. Еще есть помимо файловых зависимости так называемые таргеты. Давайте мы здесь вот сделаем таргет. Давайте вот что сделаем. Каверидж. Репорт. HTML. Репорт. Ават. А. Не умеет. Все. А. Значит. Просто HTML. Во. Ух, как тут много всего интересного. Вот. Мы можем, например, устроить для задания таргеты, и зависимость будет такого типа, что когда мы... Этого таргета нет, он генерируется. Если исходники новее таргета, таргет перегенерируется. Да? Это, значит, поскольку у нас в зависимости от заданий, в принципе, мы можем сейчас удалить этот самый... Поскольку у нас сейчас, у нас файл депов нет. Вот здесь вот точка под. Сейчас. Вот здесь вот в тестах. Да? Значит. Секунду. О! Каверс Джессон. Вот. Значит, давайте мы сделаем вместо этого каверси порт Джессон. Не репорт, а Джессон. У вас будет генерироваться Джессон файл. Во. И напишем его таргетом. Да? Значит, actions. Таргет. Таргет. По-моему, один таргет. Таргет, естественно, их там несколько. В чем смысл определения таргетов? Смысл определения... Инвалид, синтакс. А, запятая. Не получилось. А, doesn't match visual dentation. Ты вот никогда не поймешь, когда ему надо, когда не надо. Вот. В чем смысл определения таргетов? Вот этот самый экшен, если у него есть депенденция, может вообще файл депс, допустим. Файл деп. Сейчас. Звездочка точка п. Кажется, так работать не будет. Да, двое точно тут. Кажется, так работать не должно. Ну-ка. Да. Вот. Значит, нам нужно сделать глоб. Поищем глоб. Тут есть глоб. Нету глоба. Не глеб, а глоб. Глоба. Во, глоб, точно. Ну, тег. Давайте вернемся к нашему вопросу. Итак, импорт глоб. Здесь сделаем глоб глоб. Вот то, ради чего вообще, в числе прочего, хочется использовать дует, что вот это уже вполне себе питоновская штука, которая будет превращать шаблон в список файлов, то есть не ходить к shell-лук, вот к этому преобразованию. Да? Значит, пробуем. Да? Хорошо. Дует-тест. Дует-тест. Я там скобочку лишнюю поставил. Да? Все проще. Вот. Это же список. Список. О! Обратите внимание на то, что репорт не перегенеряется, потому что он считает, что... А, кстати, почему он так считает? Потому что файлы не изменились. Тесты прошли, а файлы исходные были те же самые. Вот. Если мы удалим coverage.json, тогда он перегенерится. О, перегенерился. Вот. Значит, идея стоит в том, что наличие таргетов приводит к исполнению соответствующего таска в том случае, если соответствующего таргета нету или если этот таргет младше, чем Dependence. Что еще интересного можно рассказать про дуэт? Там, на самом деле, еще много интересного. Я пока ехал, готовился к лекции, я зачитался этим дуэтом вместо того, чтобы готовиться к лекции. Но это неважно. У дуэта есть куча всяких тулзений, которые позволяют делать как раз питоновские зависимости. Давайте посмотрим слово тулз. Вот они. Питоновские зависимости. Создать каталог. Что там еще? Непонятно тут, как-то их не целая куча, я соврал. Ну вот. Я опять вас обманул. Не такая уж эта куча этих самых зависимостей жалко. Ну ладно. Значит, давайте посмотрим еще что-нибудь в примере. Что-то, что-нибудь такое, что может быть. А, ну вот дуэт конфиг еще. Сейчас посмотрим про дуэт конфиг. Когда у вас довольно много разных таргетов, было бы неплохо, например, определить, какой из них главный. Что у нас тут есть? Тут перевода нету. А, ну вообще, например, clean можно еще придумать. Вот clean. Ну, с clean все просто. С clean все просто. Это просто удалить все файлы. Dev. Task clean. Return. Что там у нас? Actions. Двоеточие. Git. Что там? Clean минус xdf. По-моему, так. Вот. Значит, поскольку вы определяете какие-то генераты в виде таргетов, то по умолчанию у этого самого еще и есть таргет-клин. Сейчас покажу. Дуэт. Да. Ну, давайте так. Дуэт-клин. Упс. А, git-клин. Вот. Который все там лишнее стирает. А дуэт-клин, он, по идее, должен удалять то, что у вас отмечено как таргеты, как генераты внутри текста. Давайте попробуем. Make test. Нет, дуэт-тест. Дуэт-тест. Я все время слову дуэт-меслу. Что, я опять удалил Dado файл? Я молодец, да? Я опять забыл его добавить, опять удалил. Это супер. Я сегодня какой-то особенно противоестественный. Ча. Ча. Вот. Хорошо. не удалил вот значит что делает target клин честно я не очень знаю давайте посмотрим кстати в документации потому что target клин он встроенный вот в этот самый в дуэт вот и давайте посмотрим о кома сценарию клин значит а понял вы можете определить для каждого таска ничего не умеет я соврал конечно он не умеет определять какие таргеты генераты какие не генераты но вы можете сами для каждого таска определить что именно какие именно объекты нуждаются файлы нуждаются в удалении вот вот если сделать так то target клин будет работать сам за себя давайте посмотрим раз уж на то пошло значит это get clean это мощный клин который все удаляет а здесь мы можем написать что вот здесь вот у нас клин кризиса вот теперь я думаю то что я хотел получится давайте попробуем так понятно понятно что надо удалять его клин таргетс да сейчас секунду давайте посмотрим print ok клин таргетс а вот все еще проще все еще проще все еще проще здесь указывается указывается таск который будет этим заниматься в данном случае это в данном случае это вспомогательная функция клин таргетс так ну наконец-то получится у нас или нет о отлично ну вот смотрите значит вот еще одно достоинство еще одно достоинство вот этой системы вы можете явно сказать что ей если вызываете акцию клин то здесь мы подметаем вот это а если мы например вы генерировали html как как мы это делали да то можно было написать например на чистом питоне on link 3 или remove 3 вот этот сам html сшутил проимпортировать давайте кстати это сделаем просто ради интереса ну или нет давайте посмотрим что нам еще нужно вау Очень модно в последнее время стало делать к утилитам в составе дистрибутива утилит комплишны в шелл вот особенно это стало модным после того как зашел вошел в этот самый в macos и в общем все и так там в нем работал вот соответственно можно взять этот дуэт это комплишен для шелла запихать как они к советуют заши комплишен он там правда уже есть но попробуем так и чё там ему нужно сделать компонит ему надо сделать а почему он не работает работает вот в том числе есть тест обратите внимание дует комплишен он сходил к дуэту выдал нам все дефолтные модули а также выдал все модули которые которые у нас есть вас такая вот волшебная волшебная штука вот здесь давайте тогда сделаем ему target с интересно что он будет что он будет считать если я сделаю target ему target ему сделаю каталогом и попробуем вот так сделать посмотрим что получится я честно не уверен может быть там надо делать может быть там придется делать этот самый дерево сейчас увидим так дует кантри мув он не умеет клиент targets хорошо давайте посмотрим и не может ли нет ли у нас вспомогательные функции которые будет диклер тангет сделать за нас прям весь каталог на же есть каталог давайте мы лизан линк и вот тут видите целую кучу всего так пробуем да да елки палки так диклер танкет а каталог наверное не умеет каталог наверное не умеет ну давайте тогда я сделан на питоне мы же мужем им такие вещи на питоне делать правда правда шутил мне кажется нам нужен шутил 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 копи файл копим вот нет нам нужен remove 3 что-то в этом духе о рим 3 так отлично значит импорт шутил и здесь не место клинтаргетс и сделаем чаще шутил точка рим 3 и параметр у него вот как-то так я боюсь соврать но кажется это вот так должно быть пробуем ой вот это вот опять я что-то такое создал страшное ну-ка еще раз дует html вот он выбился html документация теперь дует клинт вот она удалилась ну вот значит обратите внимание я наконец-то описал таск как функцию на питоне они как шельную команду вот ну и в общем и так далее и тому подобное значит давайте посмотрим что еще умеет дует на самом деле он довольно хитро умеет задание мы далеко не все успели рассмотреть посмотреть сегодня естественно тем более я так тупил страшно вот например мы по с вами посмотрели как можно несколько саптасков вызвать из одного таска путем yield а вот обязательно тут имя на им иначе по непонятно чем они отличаются по именам вот но мы не пример не посмотрели таз генератор или например когда в цикле в ну кстати нет здесь как раз все было очевидно здесь уны им каждый раз на им раз в принципе мы можем взять и запустить даже саптаск по имени вот если скажем тест тест смотрите вот так дует тест 2 . тест ну и минус минус вербозить и 3 вот а или допустим каверич нет такого какая есть репорт есть вот то есть вот таким образом запускается по именам то есть он просто проходит этот цикл и но выбирает только те таски которые вы указали для вот что еще у нас осталось несколько минут файловой зависимости в зависимости на таски слышите мы не мы еще две вещи не сделали сейчас мы их сделаем и на этом закончим во первых первая вещь и это конечно же тот таск который по умолчанию те те таски которые надо запускать по умолчанию выглядит это примерно вот так вот вот допустим у нас должно быть html и тест html и тест вот и тогда это дует конфиг вот и тогда у нас просто команда дует будет выполнять не первый попавшийся таск а все что мы указали в вот здесь вот в разделе дует конфиг дефолт вот а вторая вещь про которую я забыл рассказать а надо рассказать обязательно это зависимости от заданий допустим мы не можем давайте это покажу у нас времени осталось вот вот так где значит мы должны сказать что от некоторых некоторые таски за пополняются после некоторых других тасков без без них они смысла не имеют ну давайте вот что сделаем у нас тут есть эм каверич джессон репорт этот репорт не 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 может быть проделан без каверич он просто просто ничего не по не напишет нам вот ну смотрите это даже 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 сейчас можно эту ошибку найти если мы сделаем эм дует дует гитклин сейчас только что теперь 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 я думаю нам не стоит ну хорошо дует гитклин то попытка запустить репорт провалится почему потому что репорт делать не из чего мы забыли указать зависимость от вот этого саптаск репорт на таск тест тест нам надо сначала запустить сам каверич который произойдет тестирование поэтому здесь надо написать таск депп вот он на что ну мне кажется что на тест тест я надеюсь что я правильно написал я надеюсь что я правильно написал потому что зависимость у саптасков как-то по-другому указывается но может тут так залиплены саптаски давайте попробуем о получилось для того чтобы нарисовать репорт нужно сначала выполнить таск тест тест а уже потом делать репорт вот значит получается вот что получается что мы отказались от схемы мейка которая довольно простая которая работает в терминах объектов объект зависит от объекта и рецепт по изготовлению одного объекта из другого и работаем вообще говоря в терминах того самого ся мы говорим что у нас есть таски эти таски следует выполнять у тасков есть таргеты у тасков есть файловые депенденции у тасков есть депенденции друг от друга а дальше выстраивается некоторое дерево некоторые сети я бы сказал то бишь орграф зависимости этих самых тасков друг от друга тасков зависимость тасков друг от друга да которые выполняются в определенном порядке вот это несколько усложняет как видите картину мейк файл для того который делает то же самое выглядел бы гораздо меньше ну мы помним как вы мейк файлы они вот для таких заданий супер простые но зато мы продолжаем мыслить в терминах заданий а не в терминах объектов потому что мыслить в терминах объектов то есть в терминах чисто деколоративного синтаксиса довольно тяжело вот надо сказать что если внимательно почитать документацию по дуету то выясняется что он может и для чисто тестирования отлично применяться потому что у него например можно ему сказать чтобы он выполнил все таски даже если они завершились с ошибками вот дует может например что еще там интересного делать он например может определять что конкретный файл аптудейт то есть не нужно переделывать не по времени а по специально заданной функции аптудейт например вы можете написать такой рецепт который запустит ваш дует будет запускать вообще один раз за сеанс 20 если соответствующий объект есть 20 то все он запустится только один раз ну вот или например запускаться там не чаще чем раз там не знаю в час да вот тайм-аут и так дальше то есть вы можете определять актуальность объекта не по или таска не по времени да а по какому-то дополнительному написанному вами функцию ну и так далее и так далее там довольно много всего вот что влезает в один конкретный модуль вот значит еще один важный момент состоит в том что дует вычисляет вычисляет дерево зависимости и хранит их в базе данных в отличие от мы к которой каждый раз это дерево строит в процессе своей работы и иногда бывает бывает полезно бывает полезно удалить эту базу и все переделать сначала ну вот соответственно время у нас вышло и вот еще раз прошу по некоторый за некоторый тупеж в эфире у нас получился довольно неплохой пример я бы сказал что его надо как-то доработать и вставить в лекцию вот домашним заданием на сегодня будет в вашем проекте обеспечить какую-то автоматизацию либо с помощью дует либо с помощью almost make можно даже с помощью make файла я не против то есть если вы будете пользоваться линуксовым мейком бога ради пользуйтесь но дует видите какой-то вот самый самый питонячий из всех этих инструментов на мой вкус даже более питонячий чем этот самый invoke который на который мы смотрели да конечно я выложу этот пример на самом деле есть пример же вот этот там тоже вот смотрите пример к вот этому great project вот что он он ну есть да 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 он на дует это тоже дуду дуду файл вот и там тоже есть все примеры видите и и yield вместо return и вызов вызова функции нет там примера вызова функции ха 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 а есть есть примеры вызова функции вместо task ну вот это все только клины нету я вот видите при вас тут освоил климат вот домашним заданием будет обеспечить автоматизацию всех целевых выгонки всех целевых генератов документация пример там чего у вас нужно вот и значит вставить там get clean ну понятно вот в следующий раз у нас уже разговор про создание колеса и следующая лекция будет последние для четвертых шестых курсов у которых чуть ли уже не начнется сессия в этот момент вот традиционно я тяну с отчетами с выставлением оценки по экзамену для третьих для четвертых шестых курсов до межмайских то есть между первыми и вторыми майскими хотя считается что сессия у них в мае должна закончиться я надеюсь вступить так и в этот раз не вижу пока никаких никаких значит противоречий вот если есть вопросы задавайте значит нет нельзя пользоваться не гитхуками не github actions для решения этого домашнего задания должна быть настоящая автоматизация с помощью ну вот инволка или токса или дуэта или мэйка я предпочитаю чтобы был дуэт потому что он прикольный все вот на сегодня все соответственно до новых встреч до новых встреч